Доброе утро! Пришли мы на железнодорожную станцию, остановку или как остановочный пункт Веренцы. Сейчас поедем в Будапешт, осваивать Будапештские просторы. Оплата по продаже билетов. Выбираешь что-то. Оплатишь карты. Здесь карты и там можно налить. И ждем через пару минут до. Народу могут на одной остановке. Все в столицу. Попробуем. Сели электричку. Будапештые где-то час ехать. В общем-то я начал сомневаться. Мы вообще в ту сторону едем? Или может не до этой сферы? Ладно. Сейчас придет контролер и выставит нас на мороженое. Комфортабельное, легкие сиденья. За окном такие пейзажи открываются. Романтические свалки, поросшие камышом. Водоемы. Заболоченные. Тучи комаров. Старые бездомных собак. Короче, такой здесь не выключен. За билеты мы не заплатили. Там фориум, сколько-то. Два билета в одну сторону. От Веренца до Будапешта. 5 евро 80 центов. У нас карты сняли. Такая информация. Там в общем на метро надо будет. Единый проездной на один день купить. Приехали мы в Будапешт. Остановка. Короче, Будапешт какой-то сортировочный. Спальный вагон. Большая станция. Так. Ну, уезжать отсюда. Будем с другого вокзала. Ладно, пойдем. Бил билет. Проездной на целый день. Ну, два билета естественно. Ее и Татьяне. 2500. Не. 2500. На человек уже платил. 5000. Короче. Ходим. Сейчас бы разобрался, чтоб в ту сторону ехать. Вот уже. Остановки. Короче, ездим на метро. Короче, две пересадки. На трех поездах метро надо ехать. Чтоб до Куханин добрался. А почему так? Ну, а по любому. Если даже дайлиния на три, которые закрыты, не знаю, вариантов нет. Короче, едем купальней Сеченье. Будет там, а с Татьяной лет восемь назад или девять даже. Тереки айотвал, вето алмолас. Тереки айотвал, вето алмолас. Тереки, керезь утасаик, а то, чтобы цивескедженек элхатьни агонадот. Ис эрре фигельмастерсей утаслассаикат и. Висолк альтаса. Поец, приезда «Чистый». Мы, кстати, были кадалку на Тестке, там на каждой линии разные эпохи. Водиа были. Водиа были. Водиа были на старой советский вагоны. были. Короче, конечная станция все вышли в Одессе. Нас выставили на мороз. Короче, как-то так. Сейчас нам нужно, мы на линии М4 ехали, сейчас на М2 нужно пересесть. Да, мясом жареным. Линия М2. Вот туда нам, на левую воду. Возголдели, короче. Такие вот станции тут слегка разукрашенные. Раз, два, три. Остановки проехать, на третий пересаживаться. Будьте о поезде. Вот здесь на этой линии какие-то. Ну, выше мы на третьей остановке. Для вас все быстро наведено. Тут, конечно, по трахтали маленько. Ну, ладно. Еще на последнем метре ехать. В поезде. Ну, станции тут, конечно, такие. Так себе. Хоть бы разукрасили граффити. Ну, мы едем на последней, первой линии. Тут ладоны такие, не знаю, как на трамвае. Ну, такой, ратрестили. Вот отсюда видно, наверное. Здесь, на этой линии, я помню, было, когда мы были лет 10 назад, вот эти голубые, как мы говорили, московское метро, советское время. Сейчас я поменял. Ну, короче, водопешческое метро, с одной из самых старых в Европе, начало строиться в 1896 году. Да. Если так, по сравнению, московский метрополитен начал строиться в конце 20-х годов. В 1920-х годах. По первой линии открылись в году в 1931-м, тут в 1933-м. Я не знаю, москвичи могут поправить. Сейчас так мальчик будет строить. Вагон, вагоник. Поехали. Кстати, тут все станции были одинаково формы, но вот эти, где мы сели, чуть-чуть другие. Ну, короче, вот. Остановка Сеченья Фюрда. Это купальня Сеченья. Пойдем. Магазинчик надо. Что-нибудь попить, купить. Сегодня стоит прекрасная солнечная погода. Вот эти купальни в классическом стиле сделаны. Построены в 1913-м году во времена Австро-Венгерской империи. Вот. Сейчас поймем внутрь. Унутрь. Вышли мы из купальни. Поразомлевшие. В купальни ходили. Ну, я, в принципе, не все снимал так-то просто, чтобы показать, какая там обстановка. Все. Если будете в Венгрии, обязательно приезжайте в Валапеште и сходите в эту купальню. Магазинчик лучше здесь. Там действительно минеральная вода, которая из-под земления. Сейчас мы на центральный рынок хотим съездить. Там кое-что. Кое-какие сувениры домой купить. И вот. На троллейбусе номер 72-м. Там остановок 15-й опять. Найдем. Вылезли мы в Будапеште. Практически. Мы остановились. Практически в самом центре города. Мы сейчас на восточной части, которая была когда-то в Пеште. В двух словах скажу, почему Будапешт называется. Западная часть. С другой стороны Дуна. Впереди мост. Будай называется. А эта страна. Потому что два города было. Когда Османская империя в 16-м веке завоевывала. Венгрию и другие окраины. Троя. Они дошли вот с этой стороны до Дуна. С той стороны остались Венгрии, а с этой стороны Османская империя. И так довольно долгое время было. Пока их отсюда. Османцев не вытарили. Вот. То есть как же. С одного берега на другой береге. А с другой стороны там Караевский дворец. Я почему тут особый репортаж не делаю. Потому что в принципе я в купальне хотел сходить. Вот. И на центральный рынок надо сходить. Ну я там сниму наверное что-нибудь. Потому что я два раза уже был. Был здесь. По несколько дней. И там в королевский дворец этот. В Буде. Два раза ходили. Там фуникулеры поднимались. И круиз по Дунаю. Там еще какие-то достопримечательности. Очень много. В принципе. Попорно не хочу. Время тратить. К сожалению. У меня на видео не снято. Потому что я там не снимал. Камеры не было. О. Дежавю небольшой. Ну это в принципе большие города. Которые в 18-19 веках застраивались. Мы недавно. Два месяца назад были. В Санкт-Петербурге. Там в принципе тоже. Такой же уклад. Позднее Борокко. Мел в официзме. Ну это уже более современные здания. Уже 20-е их фильмы. Тоже какие-то разрушения были во время войны. Вот это все здание. Это и есть центральный уровень города Будапешт. Если что. Ну он такой. Тоже в конце 19 века построен. В его строительстве принимал участие инженер. Великий архитектор Эйфель. Француз. Который Эйфель и его башни сделан. Тоже вот тут такая. Вязь из металла. На закрепках. Вот. Ладно. Пойдем смотреть. Что там. Ну разные. Это такие я в магазине возьму. Специи и приправы. Это чисто сувенир. Ладно. Я помню даже в паренку брал. Стакан. Стакан на стопку. Пришли сюда все-таки. Это такое. Бистро. Как и заказывать буду. Я ж не знаю. Меню что тут есть. Нет. Там меню есть. По-нукельски даже написано одно. Как-нибудь что не закажем. А то обычные птицы по-венгерски. Так. Татьяна тут взяла эти. Разные. Венгерские ништяки. Попробовать. А я взял два голубца с тушеной капустой. С мясом. Значит. Капуста. А. Еще американу. Вино не бьют. Вино не бьют. Мне сказали. Вот еда. Штрудель я еще взял. Хотел венский шницель большой взять. Но потом. Вон. Венский шницель это не. Венгерская еда. Глупцы. Давно не ел. Танюха не делает. Не балует меня. Деликатациями. Ага. 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 Ладно. Будем пробовать. У меня аккумулятор. Все. Попустая ничего такая. Чем-то на бигус похоже. На польский. Много. Ну. Чего ты толкаешь? Съешь, но потом толкну. Мне бы не достать. Ммм. Ммм. Еще думаю. Что это за главный вкус это? Лавровый листик. Вот такой. Пару тюбиков возьму. У них в магазинах продается. Острая. Кипец. А у тебя что за суп? Гуляш. Ой, какая острая. Можешь. Так. Угулбед сейчас попробую. Я порезал. С рисом. Со свининой. Ммм. Я не знаю в чем разница. Но отличается от тех, что мы дома делаем. Ну не хуже. Просто другой. Кстати, очень даже ничего. Ладно. Не буду я тут возвращаться. Это мне неудобно кушать. Снимать вот такая вот. Татьяна там разного набрала. Всяком. Хлебосатом. Ладно. Будем кушать. Приятного всем аппетита. Покушали мы. Вот такой базарчик. Каркас из металла сделан. И стали. Клепаной. Вот. Наверху. Барахлишко. Шмотки. Внизу продукты. Сейчас пойдем посмотрим. Много не наберешь тут. Нам еще до поезда идти. От поезда там полтора километра. До нашей гостиницы. Вот такие. Ну это в магазине надо брать. Крем для гулеша. Паста. Крем с паприкой. Т.е. Никакой это. Никакой это. Никакой венгерской любви. Никакой. Фабрику сушеного возьму. Не здесь в магазине буду брать. Потому что здесь она. Походу вот пять тысяч. Такая вот. Дорого. Кто любит венгерскую кухню. За те же самые гуляжи делать. Без этих. Специальных венгерских специй. Ни у кого ни фига не получится. Так вот. Торбас нарезки. Ну конечно туда. Ну конечно туда. Тоже выжатый сок мы взяли. Грейпфрут и апельсин. Литр. Будем балдеть в поезде. Прям при нас выдавлено. И еще вот это вот сало взял. вот типа как третий сказать по кусок такой же точно на фунтуле мягкая у нас густой не продает сама тонкой как подошло не разжевать как умудряется такую сделать и блина здесь тоже помон колбаса он красным то что там паприки напихали не знаю может какой нибудь возьму еще деньги остались наличка меня у нас вещали но мне в принципе нужны были сделали мощный шопинг колбасных изделий и сало набрали куда чудо видно там металлический мост через дунай и вот там наверху на горе скульптура и там же на горе этот замок а нам нужно в эту сторону идти так все буду выключаться нам нужно быстро бежать на вокзал и домой домой